Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.e. Меня зовут Александр. Сегодня в моем обзоре будет модель под названием THL 5000. Это всеми долгожданный смартфон, потому что он имеет такие очень вкусные технические характеристики и камеры там по 18 мегапикселей, и аккумулятор 5000, и 8-ядерный процессор с увеличенной частотой. Ну давайте обо всем по порядку. Значит, это первая поставка, это первый телефон THL 5000, который я держу в руках. И не знаю, может благодаря этому у нас полный заводской комплект. Здесь есть чехол-книжка, как было в 4400, здесь есть пленка, здесь есть оригинальный бампер, есть гарнитура, есть OTG, ну и, само собой, вот такая вот зарядка с USB кабелем. Обращаю ваше внимание на то, что смартфон внешне полностью идентичен модели под названием THL 4400, однако они отличаются многочисленными факторами по железу. Спереди это тот же 5-дюймовый дисплей, здесь это дисплей Full HD, здесь есть три сенсорных кнопки, кнопки чуть-чуть подсвечиваются. Сверху у нас 5-мегапиксельная камера, датчик приближения, датчик освещения, динамик и индикатор пропущенных звонков, например, он светится также во время зарядки. С этой грани кнопка включения и выключения, сверху разъем под наушники и микро-USB, качелька громкости здесь, снизу нет ничего, кроме микрофона вот здесь. Задняя крышка у нас такая же, то есть логотип THL, 13-мегапиксельная камера, вспышка и решетка под динамик. Под крышкой у нас все то же самое, как и было у THL 4400, здесь ничего абсолютно не поменялось, кроме того, что аккумулятор здесь на 5000 мАч. Здесь две стандартных больших симки и есть слот под microSD-карточку. Обращаю ваше внимание на то, что телефон имеет NFC-технологию, поэтому на задней крышке, чтобы NFC работало, нужно обязательно заднюю крышку держать одетой и чтобы соединялась антенка в нужных местах. По поводу корпуса. Корпус здесь хороший, здесь все отлично прилегает, на перегиб не трещит моделька, то есть все отлично, как и было в THL 4400. Сразу же переходим к Antutu. В Antutu набирает эта модель порядка 27-28 тысяч баллов, THL 5000, ну и все спорные технические характеристики. Во-первых, здесь 4.4 Android, здесь Full HD, здесь, ну, задняя камера пишет 18 мегапикселей, но это интерполяция. Здесь 2 гига оперативной памяти, здесь 16 встроенных, не 32. У меня стоит карта на 16. Кстати говоря, о карте сразу скажу. Прошивка выполнена таким образом, что если я ставлю карту памяти, то автоматически система думает, что нужно приложение записывать на нее. То есть, ну, как бы тут это не критично, так как в отличие от 4400, здесь в своей памяти 16, то есть тут достаточно будет памяти. Ну и самое, наверное, основное, это NTK6592 с частотой 2 ГГц. Стандартный, напоминаю, 7, 1,7. Пятидюймовый, Full HD, IPS-матрица. Пишет у меня, что 12,6 мегапикселей фронтальная камера, но это тоже интерполяция, там где-то пятерочка, наверное. Мультитач какой у нас? Вроде бы десятиточечный. Да, он десятиточечный. И какие датчики есть в этом смартфоне? Есть у него NFC, во-первых. Есть рабочий OTG, есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас. Датчик приближения, датчик освещения, вспышка, есть гироскопы. То есть, по датчикам моделька напичкана на максимум. Прошивка здесь заводская. 4.4 Android. Сейчас вам продемонстрирую. Вот такая вот версия. Особо здесь рассказывать нечего. Здесь каких-то таких особенностей нет. Даже от 4.400. Все на русском языке. Все нормально работает. Есть статус бар. То есть, все более чем стандартно. Касательно экрана. Экран здесь изменили. Поставили более классную матрицу. Нет отпечатков предыдущей картинки на матрице. Она яркая, сочная. Углы обзора отличные. Ну и разрешение. Здесь Full HD разрешение. Углы обзора хорошие. Давайте продемонстрирую вам картинки. Ну, углы обзора хорошие, действительно. Но, опять же, по диагонали на темном фоне картинка становится светленькой. Хочу пару слов сказать о звуке. Звук я, как всегда, тестирую максимально с трех видов. Во-первых, это внешний звук. Внешний звук стандартный. Обычный, ничего особенного нет. Он не тихий. Ну и не супер громкий. Динамик вот он. В общем-то, для нормальных условий, для нормального пользования этого звука достаточно. Приятно, меня удивили наушники. А точнее, звук в наушниках более чем нормально. Если я сравниваю всегда с этим плохим звуком в MTK6592, в TSTOS, в ZOPO различных, то здесь мне звук понравился больше. То есть, здесь звук лучше. Ну и разговорный динамик, микрофон, тоже все отлично. Слышно громко, четко, без нареканий. Теперь по поводу производительности. Здесь стоит 2 ГБ оперативной памяти. И здесь стоит 8-ядерный MTK6592 с разогнанной. Частота 2 ГГц. Мне было интересно, ну то есть, самое такое, самое требовательное из того, что я знаю, это GTA San Andreas с максимальными настройками. Вот поэтому давайте смотреть, что он, как он, как эта игра у нас запускается. Ну, видно, что игрушка все равно подглючивает. Хотя у меня здесь стоит максимальная прорисовка вдаль. То есть, если это снизить, то, конечно же, наверное, будет запускаться хорошо. А теперь перезапустил я смартфон. Обнулил, наверное, там оперативку ему. Ну, и вроде бы как получше начала игрушка воспроизводиться. С теми же настройками. Не могу я машину словить. Да, получше начала игра запускаться. Ну, в общем, наверное, все-таки есть эффект от этих 2 ГГц. В общем, по играм я сделал вывод, что да, действительно, 2 ГГц работает. И в первую очередь я сделал вывод этот по San Andreas. Потому что после того, как перезагрузил смартфон, видимо, я там много всего наклацывал до этого, то игрушка начала работать быстрее. Теперь перейдем к моим скриншотам, тестов, которых я делал. Ну, скажу пару слов про GPS. С GPS проблем никаких нет. Он быстро ловит спутники. Сейчас продемонстрирую вам это. Вот. 26 секунд. Это был первый старт. С Wi-Fi, с помощью, но тем не менее. Спутники, в общем, ловят. Теперь по поводу аккумулятора. Аккумулятор здесь на 5000 мАч. И вот какие результаты у меня получилось увидеть. Значит так. Во-первых, сразу же говорю, что у Antutu Tester у меня не получилось провести тест, потому что смартфон почему-то в режиме Antutu Tester перегревался и выключался сам по себе. При этом в игре, когда он все время работает с графикой, а не только как в Antutu Tester, что там графика, потом какой-то браузер страница, потом воспроизведение видео, там поочередно. То есть в Epic Citadel в игре он проработал полностью нормально. Поэтому с перегреванием проблем у смартфона нет. Но демонстрирую вам просто физические тесты. Этот тест у меня 6 часов 55 минут. Это с 100% до 15. Это YouTube, максимальная яркость, звук Wi-Fi. Результат хороший, но результат значительно слабее, чем у THL 4400. И показываю вам еще один результат. Это был у меня вот как раз Epic Citadel. Это со 100% до 12. Это практически 4 часа. Это максимальная яркость, это без Wi-Fi, а включенный звук. Теперь рассказываю, что почему так. Почему результат показывает намного ниже, чем у 4400. Во-первых, здесь Full HD экран. Во-вторых, здесь MTK6592, который имеет частоту 2 ГГц. Это значительно все больше расходует энергии, чем слабые MTK6582 и HD разрешение. Но в ту же очередь я хочу заметить, что на данный момент я держу в руках модель восьмиядерную. Лучшую в плане энергосбережения, в плане автономности работы. Только за счет того, что поставлен огромнейший аккумулятор на 5000 мАч. Сравнить его с 4400 не получится, он будет слабее однозначно в плане автономности. Но если выбирать себе автономный крутой смартфон восьмиядерный, то однозначно THL 5000 это будет лидер без каких-либо оговорок. Камера здесь, смотрите, в настройках у меня показывает основная камера на 18 мегапикселей. И фронтальная там на 12. Но это интерполяция, видео записывает в формате Full HD. В принципе, фотки, видео я подделал, сможете посмотреть. Видео советую вам загружать в оригинальном качестве. Качество фото, вот сдалека фотка, видны детали кое-какие. Качество фото довольно-таки хорошее, но никаких 18 мегапикселей здесь нет. Вспышка в темноте срабатывает, если с близка, то она очень засвечивает картинку и не успевает смартфон навести. Автофокус, резкость. Ну, с нескольких проб и попыток у меня получилось сделать вот такое вот фото с более-менее четким изображением. В принципе, по камере тоже все достойно. THL 5000 получился очень сбалансированным. Наверное, одним из лучших в восьмиядерных смартфонах. Модель имеет хороший емкий аккумулятор 5000. Только за счет этого, благодаря этому, смартфон показывает действительно хорошие результаты автономности. Также смартфон имеет разогнанный или турбированный процессор MTK6592 с частотой 2 ГГц. Благодаря этому Asphalt 8 и так запускался нормально. А вот, например, GTA San Andreas с максимальными настройками. Воспроизведение игры было одним из лучших, где я когда-либо видел. Но только после перезапуска смартфона, потому что в первом запуске игрушка подлагивала. Камера достойная, экран Full HD, 2 ГГц оперативки. Какие минусы я могу сказать в этом смартфоне? Ну, да, как бы будем откровенно говорить, по дизайну это такой кирпич ни о чем. То есть, если сравнивать тот же я вот недавно делал обзор там iNew V8, что это действительно элегантный, тоненький, изящный такой смартфон с шикарным экраном, то здесь, конечно, по дизайну это немножко не то. Но, тем не менее, это такой стабильный, мощный смартфон. С мощными характеристиками и с мощным аккумулятором, который все эти характеристики будет обеспечивать их автономную работу довольно-таки долго. В целом, мне смартфон очень понравился. На рынке сейчас из конкурентов аналогов просто-напросто нет. Ну, нету такого смартфона, чтобы он был и восьмиядерный, и чтобы такая камера была. И чтобы, конечно же, самое основное был такой аккумулятор. Ну, и плюс, как дополнение, это новинка. И я так понял, что все новинки сейчас от китайцев выпускаются на обновленном андроиде, 4.4 Android. Если честно, вот в данном исполнении я не вижу никаких особых отличий. То есть, все, как и было у TCL 4400, особо ничего не изменилось. На этом все. Хотел вам напоследок сказать, что вот та комплектация, которую я показал, что есть чехол, книжка и бампер, возможно, это будет так же, как с смартфоном 4400. Там изначально тоже мы получали 2-3 поставки, где-то там до 50 штук мы получили с полным заводским комплектом. А потом начали получать партии просто смартфон, USB кабель, пленка. То есть, без чехлов абсолютно. Возможно, здесь будет так же сам. Поэтому вы, если что, не удивляйтесь. Спасибо за внимание. Всего доброго. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. До свидания. До свидания. До свидания.